Тротуары зимой превращаются в каток. Подвалы затоплены, а аварийные дома вот-вот готовы сложиться в карточные домики. Проблемы жителей стары, как мир. Впрочем, как и бездействие коммунальных служб. Почему ответственные лица закрывают глаза на проблемы людей, мы продолжаем разбираться в программе «Коммунальный патруль» и вот о чем расскажем сегодня. Приговоренные заживо, жильцы двухэтажки могут в любую минуту оказаться под завалами собственного дома. Управляющая компания не при делах. Наталья Васильевна, а почему вы дверь открываете? То есть вы так со всеми посетителями обращаетесь? Полоса препятствий. Барнаульцы уже много лет вынуждены рисковать жизнью, шагая через ЖД-пути. Страшно переходить иногда? Конечно, но и не поднимается, за все задевает. Конечно, страшно. Покоим только снится жильцам многоквартирного дома на улице Профинтерна. Не дают покоя пьяные дебоширы, которые обосновались на первом этаже. Матерятся, дерутся всю ночь. Мне в пять часов надо вставать на работу. Я каждый час это самое подскакивала. Название книги Павла Сынаева «Похороните меня за плинтусом» может стать пророческой для жильцов многоэтажки по второй строительной. Ветхое жилье еще семь лет назад признали аварийным. Жить в нем запрещено. Дом может сложиться и похоронить под собой сразу несколько семей в любой момент. Вот, смотрите, ткну и все. Вот оно. Все валится. Вот эти кирпичики отделяют меня от соседей. Вот там дырка насквозь. Все, это невыносимо. Я ткну туда, если посильнее ткнуть, все, у меня вот эта стена рухнет. Видите, все отсыпается. Все. Вот оно. В доме на второй строительной лучше ни к чему не притрагиваться, а рассыпается от одного касания. Развалены в квартирах и в подъездах. Особенно снутри видно. Все прямо держится на честном слове. Страшно открывать дверь, когда сюда заходишь. Ту же скорую вызвать и невозможно просто. Боишься за людей, за себя боишься, за ребятишек боишься. В любой момент чуть посильнее, если дверь открыть, то тогда вот это все рухнет. Мы как могли замазывали сами своими силами. Ни с управляющей компанией нам не помогали. Ни откуда, ни с города. Никто нам не помогал. О, Господи. Аккуратней. Больше как на стороне. Да. Видите, он уже прогнулся. Промпотолок. Да, рогнись уже. Сейчас только вот снег пойдет и все может рухнуть в любой момент. Это нормально? Нормально, нормально. В таких нормальных условиях люди живут уже 15 лет. Все это время жильцы добивали статуса аварийного дома. Решающим в этом деле стал смертельно опасный случай. Обрушение потолочных перекрытий в одной из квартир. Тут рухнуло. Это вот. Тут раньше комната была, но потом рухнуло все здесь. Соседи сверху пол постелили, но мы уже не стали тут ничего делать. Потому что они и балки уже все сгнившие, опасные. Уже в кое-каке раз его подвостовало, все равно. Все доски, они гуляют. Ну, пока держится. Ждем. Снаружи еще страшнее. Дом без фундамента стоит на гранитных булыжниках. Часть крыши вот-вот рухнет. Удобство на улице. А окна сравняли с землей. Они выносили. Вот они окна. Они все были прогнившие. Вот оно, все тоже. Вот оно. Видите? Могли подмазывали, но это тоже. Это все ненадолго. Вот. Видите? Аккуратно. В 2013 году дом признали аварийным. Но расселять никого не спешили. В 2019-м, в канун Нового года, развалины, похожие на дом, должны были снести. Людям предоставить другую жилплощадь. Однако жильцы до сих пор обитают в доме, износ которого больше 70%. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но проблема начала сдвигаться с мертвой точки только в этом году. Центральный районный и краевой суды обязали администрацию Барнаула в течение нескольких месяцев дать жителям благоустроенные квартиры, равноценные по площади. Но люди боятся, что получат жилье в маневренном фонде, который ничем не лучше. Да, сейчас по закону можно предоставлять такие помещения, но важно о том, чтобы жилые помещения маневренного фонда соответствовали необходимым требованиям. И тут возникает такая ситуация, что, во-первых, в Барнауле всего два свободных помещения маневренного фонда. Это квартиры, так называемые, на улице 1-я Западная 44. Дом сейчас без капитального ремонта по 1-й Западной 44, как помещение маневренного фонда, предоставлять нельзя. Еще один вариант – дом на колхозной 32, но он тоже в плачевном состоянии, поясняет общественник Игорь Берг. Получается, что помещение маневренного фонда администрация предлагать не может. Только нормальное благоустроенное жилье. Однако, когда именно люди получат долгожданные квартиры, в мэрии не поясняют. Многострадальные жильцы ждут и латают ветхий дом как могут. Это, к слову, еще одна входная дверь в подъезд. На цокольном этаже проживает часть жителей. Кромешная темнота. Ни одной лампочки – 300 рублей ежемесячно. На общедомовые нужды жильцы платят изрядно. Но только непонятно, на что эти деньги идут. Коммунальщики давно про них забыли, обижаются люди. Телеканал «Том» вместо Валентина Скерова. Пожалуйста, поясните, по дому, по улице. Не по адресу пришли. Вы почему кричите на меня? Не по адресу. Выйдите, пожалуйста. То есть вы не относитесь никакого к управляющей компании? Нет. Напротив дверь. А можно о вашей должности знать? Я здесь не работаю. Напротив. А, Наталья Васильевна там, где мы сейчас только что были? Да. И вон, это все там. А Наталья Васильевна это кто, простите? Секретарь. Наталья Васильевна, а почему вы дверь закрываете? То есть вы так со всеми посетителями обращаетесь? Получается, что до жильцов, которые рискуют быть похороненными заживо, никому нет дела. А ведь времени у этого дома. А значит, и у жителей не так много. Улица 9 января, Владарского и Карла Маркса. Находится рядом с ЖД-путями. Никакого перехода для пешеходов здесь нет. Пожилым людям и мамочкам с колясками приходится корячиться через рельсы, рискуя споткнуться и упасть. Идем назад. Такое место, чтобы не удалить. Хочешь гулять, учись летать или прыгать. Ну или с раз в раз рискуя жизнью преодолевай препятствия. Рядом с густонаселенным частным сектором на ВРЗ проложены железнодорожные пути. А благоустроенного пешеходного перехода отродясь не было. Люди идут по рельсам. Страшно переходить иногда? Конечно, ноги не поднимаются, за все задевают. Конечно, страшно. Наступает, чувствует опору и только затем шагает. От отсутствия перехода больше всего страдают мамочки с колясками, пенсионеры и дети. Ну, я думаю, что здесь обязательно его нужно сделать. Хотя бы такой, знаете, чтобы удобно было ходить. Потому что многие на велосипедах тоже стараются, если как-то на самокатах, особенно летом, стараются как-то перебраться через эти пути. Но где-то получается, где-то безуспешно. К слову, совсем недавно местный житель обустроил ЖД-переход по улице 9 января. Но его скоро снесут, уверены люди. Уже были прецеденты. Там вот делали, сломали. Я здесь делал, когда машина была, оттуда выезжал. Тоже сломали. Кто ломал? Железнодорожники. Дело в том, что благоустройство пешеходных переходов запрещено с законом. Но, видимо, разрешена опасность, которую они представляют. Можно споткнуться, поскользнуться и не успеть подняться. В управлении Западно-Сибирской железной дороги нам пообещали рассмотреть создание дополнительных оборудованных переходов для граждан. Остается только ждать. Шумят, дерутся и лишают сна. Квартира в центре Барнаула стала прибежищем для бездомных дебоширов. Жильцы многоэтажки называют квартиру центром. Реабилитация алкозависимых и, мягко сказать, не рады такому соседству. Можно ли вернуть покой и спокойные ночи с жителем, узнавал мой коллега Андрей Дреер. То есть вы утверждаете, что все-таки просто друзей принимаете? Друзей. А люди ходят по квартирам и стучатся. Скажите, где у вас реабилитационный центр? Так и спорят. Дмитрий, который арендует квартиру на первом этаже, говорит, что просто приводит в дом друзей. А жители подъезда уверены, там центр реабилитации для бездомных и алкозависимых. Владелец квартиры всегда сдавал ее неблагополучно, но хуже еще не было. То есть они всю ночь вот на крылечке стоят, разбирают, разбираются, матерятся, дерутся. Всю ночь. Мне в пять часов надо вставать на работу. Я каждый час это самое подскакивала. Идут, и идут, и идут, и идут. Пьяные идут это самое. Ну, в общем, покоя нет. Причем идут не поодиночке. Группами по подсчетам жителей. В этой квартире одновременно проживает от 15 до 20 человек. В подтверждение того, что здесь именно реабилитационный центр, жители показывают на россыпи объявлений вокруг дома. Да и собственник квартиры проговорился. Как он это объясняет, что там происходит? Действительно там реабилитационный центр? Там действительно реабилитационный центр. Это даже собственник сказал, что ну да, тут вот, мол, живут люди, которые нуждаются в помощи. А вот этот вот, по-моему, Дима его зовут, не знаю точно. Он никак не объясняет. Ну да, вот, ну маленько пошумели это называется у них. Так это называется и у полиции, которая, по словам жильцов, даже перестала приезжать на вызовы. Обращались и в администрацию района, и в госинспекцию ответов нет. Юрист Юрий Котло утверждает, что такие реабилитационные центры в квартирах встречаются нередко. И в российских судах уже есть примеры решения таких проблем. Данный вид деятельности уже подходит под оказание гостиничных услуг. И существует правило оказания гостиничных услуг, существуют повышенные требования к помещению. Соответственно, должно быть такое помещение зарегистрировано, свидетельство получено. Санитарно-гигиенические нормы должны соблюдаться. При нахождении 15 человек, условно, вот как была информация в помещении, там двух-трехкомнатная квартира, эти нормы нарушаются очень сильно. Юристы предлагают обратиться с жителем в прокуратуру, но если прокурорская проверка нагрянет в тот момент, когда никого из нежданных гостей дома не будет, то помочь жителям не получится. Но пока нежелательное соседство неизбежно, жители используют свои меры защиты. Напоминаю, что если коммунальные службы игнорируют и отказываются брать на себя ответственность, звоните в редакцию телеканала «Толк» или пишите нам в социальных сетях. Это был Коммунальный патруль. Следите за программой и оставляйте ваши комментарии ниже. До встречи ровно через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok